В изумрудной долине друг с другом состязались богатыри земли Приморской. Спортсмены Федерации пауэрлифтинга из Уссурийского, Владивостока и Спаска Дальнего на радость публике поднимали нешуточные веса. Все упражнения из силового экстрима. Например, 80-килограммовое стальное бревно. Нужно сделать максимум рывков за полторы минуты. В богатырских играх участвовали спортсмены-любители, но зрители аплодировали салачам как профессионалам. Житель краевой столицы Алексей Катко впервые вышел на серьезные соревнования после длительного перерыва и при этом показал отличные результаты уже в первых испытаниях. У меня, скажем так, база пауэрлифтинг и немножко занимаюсь бегом так для себя. Если, допустим, совместить пробежку на 5 километров, ну и соревнования по пауэрлифтингу, все это слить в единое одно ощущение, то это и получится силовой экстрим. То есть одновременно идет и силовая кардионагрузка. Гости из Мрудной долины в этот день тоже не остались в стороне. Пока спортсмены отдыхают, силу и ловкость показывают молодые парни и зрители. Влюбленные кавалеры приседали со своими дамами на плечах. Победитель такой мини-богатырской игры сделал больше 40 приседаний и получил за это ценный приз. Нравится, отличное впечатление, все красиво, хорошо организовано, отличный парк и погода хорошая, как раз для участников, не жарко. Подобные мероприятия проводились, раньше они назывались «Богатырские забавы». Это было просто одно мероприятие, которое проводилось раз в год. Сейчас это будет ежесезонное мероприятие, будет «Богатырские игры» летний сезон, «Богатырские игры» будет осенний сезон, зимний и весенний. На первых летних играх житель Владивостока Алексей Катко не дал соперникам возможности догнать себя, успешно выступал до конца состязания и стал сильнейшим богатырем. В будущем организаторы такой забавы планируют провести игры для всех желающих, чтобы свою молодецкую удаль смогли показать и обычные гости долины.